Всем привет, с вами Сергей и это видео для тех, кто столкнулся с точно такой же проблемой, как и я, буквально на днях. При загрузке заставка висит бесконечно, ничего не происходит с телевизором, просто-напросто сама система походу умерла. Нужно ее перепрошить, чтобы решить эту проблему. Также еще одна проблема после перепрошивки, это небольшие непонятные полосы, пиксели, словно разъезжаются и нечеткий текст. Как это решить, сейчас вам все расскажу. Для начала вам понадобится помощник, который открутит заднюю панель телевизора и мы сможем увидеть, какая стоит материнская плата, именно модель. В данном случае у меня модель tp.ms358.pb801. Сфотографируйте ее или запишите, именно эта информация вам понадобится. Запускаем браузер, вводим вашу модель и дописываем фреймворк, DolbyLand или же скачать прошивку. Выйдет огромное количество сайтов, многие из них завирусованы, так что у вас должен хороший антивирус стоять. И когда вы заходите на эти файлы обменники, нашли свою модель прошивки, нажимаете скачать, выходит куча левых окон таких с разными играми, ссылками и так далее. Вы их закрываете и потом активируется нужная прошивка. В данном случае у меня именно такое произошло. Может быть вы быстрее найдете свою прошивку. После того, как вы ее скачаете, нужно ее разархивировать и подготовить флешку. Желательно несколько флешек. У меня именно с четвертой флешки сработало. Первые три флешки, куда я загружал эту прошивку, почему-то не загрузили на этот телевизор. А с этой все произошло. Ну ура, отлично. Форматируем флешку FAT32. Нажимаем на флешку правой кнопкой мыши, форматировать и выбираем формат FAT32. После этого закидываем туда все файлы, кроме текстовых, именно файлы с разрешением BIN. Там три, один может быть файл. Если в конце REF 60, 50, 40, 20, там, если не ошибаюсь, так было написано, и с этими параметрами телевизор не смог загрузить прошивку, то нужно будет на флешке переименовать в конце файла на SOS. Просто так переименовывайте и пробуйте еще раз. Скорее всего, именно так поможет. У меня сработало именно после переименования. После того, как загрузили файл на флешку, нужно обязательно отключить телевизор из сети, может быть, из розетки, или если у вас есть здесь кнопка питания, отключение и отключение питания. Отключаем, вставляем флешку, после этого запускаем, и установка начинается сама. Но перед этим дилоиды будут мерцать очень быстро, буквально там 15-20 секунд, а потом пойдет вот такая полоса, линия, где заполнится до 100. У меня первый раз вышла ошибка, но после все-таки на другой флешке удалось установить, и в конце надпись complete, что выполнено. Отключаем телевизор, вытаскиваем флешку, запускаем вновь телевизор, и выходит меню, которое нужно будет настроить. Там указать, допустим, время, язык, ну вот такие мелочи, запросто их заполняем. После чего, если все отлично работает, то можете пользоваться, и если у вас появилась проблема, как у меня, пиксели находятся в разных сторонах, и текст совершенно некрасиво смотрится. Я думал, что проблема прошивки, но нет, нужно было просто открыть инженерное меню. У меня это делается, нажимаем на меню, 1147, вводим цифры, и оно сейчас откроется. Далее, у вас оно может быть по-другому, то есть все зависит от телевизора. В гугле просто наберите меню 1147, и у вас там целый список поедет. Для Samsung, Sony и так далее. Не важно, как они там будут написаны, просто найдете свою модель по названию приблизительно, или по материнской плате также. Далее, в этом меню нужно будет спуститься до строки панель-ситинг, заходим в нее, и нам нужен пункт панель-дивизион. Именно здесь переключаем лево-вправо, и регулируем этот момент. Я переключил, все отлично, теперь работает, сами видите. Также здесь еще есть возможность разворота, отражения, экрана, и множество разных параметров, которые можно также поменять, если вам это нужно. Или если столкнулись с проблемой, что у вас тоже такие же полосы, то именно это вам поможет. На этом наше короткое видео завершаем. Надеюсь, оно вам было полезно. Оставляйте комментарии, лайки, делитесь выпуском, подписывайтесь, если еще это не сделали, и пользуйтесь телевизором. Все, всем пока, до встречи в новом выпуске.